Хоть бы раз, ребята, хотя бы разок, блядь, я бы увидел комментарии, типа, только, только взяла гирю, а тут твой видос, слава богу, вовремя, а я бесконечно вижу вот это, только приготовила чай, только заказала KFC, тут позитивные вибрации, хорэ, хавать, хорэ, ну, чё, бесконечная жизнь или чё, холестериновые бочками хотите стать, или что? Во, складная, хотите, могу сделать из неё 24, хотите 32, с этого дня, включительно, я жду комментариев, каждый божий день, на каждый ролик, который я выкладываю, ну, ладно, не на каждый, через день, Женёк, только покачала пресс, и твоё видео, решила посмотреть, вот этому я буду рад, а не тому, что вы едите. Приятного просмотра, дорогие зрители. Friends, hello everyone, you are on the Женёк channel, I'm glad to see you here. Друзья, всем привет, вы на канале Женёк. Я рад вас всех здесь видеть, это я продублировал, просто у меня очень сильно растёт процент людей из штатов, там уже 2,5%, и я понимаю, что нужно потихонечку так или иначе всё это вводить. В общем, мы сегодня с вами смотрим пацанки, серия номер 12, 12, ну или как там, неважно. Вот, до чего мы дошли, да, соответственно, делаем немного поярче, вот так вот примерно, да, и начинаем смотреть. Но, перед этим, я, короче, решил не разыгрывать мерч, как бы это странно ни казалось, объясню почему. Есть на это три причины, я уверен, что все с этим согласятся. Ладно, шучу, конечно, разыграю. Короче, смотрите, сейчас запускаю запись экрана, и очень быстро, мой любимый монтажёр под никнеймом в сети, известным, Иван, вставит это. Правильно, Иван? Всё верно, коллега. Отлично, Иван, работаем. Нет, давайте всё-таки я вот так сделаю, мне так нравится больше. Погнали! Итак, ребята, первое видео, в котором я начал разыгрывать мерч, это серия номер 2. Дальше комментировать не буду, просто будете видеть, как я загружаю серию какую-то, да, и мы там просто выбираем случайный комментарий. Поехали! Пацанки, серия 2. Итак, смотрите, 10 695 комментариев. Выбрать случайный комментарий. Это с учётом того, что люди поставили лайк, подписаны на канал и оставили, соответственно, коммент. Погнали! Софья Пименкова. Комментарии у 27.09.2021. А Софья Пименкова, напиши мне, пожалуйста, вот на вот эту страницу, вот сюда вот, в Инстаграм. Я потом всех проверю и должен буду убедиться, что это ваша страница. И так должен будет сделать каждый, кто выиграет дальше. Понятно? Надеюсь, что понятно. Софья Пименкова, поздравляю! Третья серия. Итак, здесь мы видим 5632 комментария. Выбрать случайный. Может, Альдару просто всё подарим. Смотрите, он пишет. Смотрю, пацанки только с Женьком. Альдар, спасибо большое. Пелка22. Комментарии у 4.10.2021. Пелка22. Мои поздравления. Также напиши на страницу One2JamMore мне в директ. Итак, пацанки, серия 4. 5.199 комментариев. Ильдар профилонился, поэтому Ильдар в этот раз не номинирован, да, так сказать, на получение футболки. Спасибо, Ильдар. Здесь как раз-таки заметно, какую активность ты проявляешь. Очень приятно. Итак, Ирианн А. 11.10.2021. Сидела в универе? Пришло уведомление. Смотрю. А у тебя видосик вышел. На душе аж легче стало. Выжила все пары и вот, наконец, после тяжелого дня могу отдохнуть и насладиться драматическим трешаком в твоей компании. Спасибо огромное, напиши мне на One2JamMore и получи футболочку. По-во-во. Пятая серия, загружаем. О, Ильдар проснулся. Ну, уже неприятно. В любом случае, осадок остался. Проверяем. 5.395 комментариев. Сколотаджа Диана. У меня тоже было. Ладно, я не буду это читать. Диана, огромное спасибо. На One2JamMore пиши. Шестая серия, загружаем. Ага, вот, Ильдар, видно твоя активность. Хорошо. Выбираем случайный комментарий. Даша Голубева. 25.10.2021. Даша, также на One2JamMore. Спасибо тебе огромное, что смотришь. Восьмая серия. Многие спросят, почему пропустил седьмую. Только что посмотрел седьмую, я ничего не разыграл. Можете сами проверить. Итак, погнали. Паша Костин. Тут парни вообще есть. Ты здесь есть, поэтому ты выиграешь мерч. Напиши также на One2JamMore. Я поздравляю всех. Наконец-то это закончилось. Слава богу, я это сделал. Ребята, прямо сейчас ставьте лайк. Прямо сейчас пишите комментарии. Прямо сейчас подписывайтесь на канал, чтобы кнопка стала вот такого цвета. Поддержите меня простыми тремя действиями. А мы стартуем. 12 серия, снимая несуразную повязочку. Не хочу себя молодить. Все-таки мне 24 года. Я уже мальчик не молодой, чтобы повязки носить на голове. Все, ребятки, погнали. Всем приятного просмотра. Позитивная вибрация, любви, добра, улыбок и т.д. Погнали. Сколько раз я сказал, погнали? Кто ответит, разыграясь и нас, мерчей? Ха-ха. Ха-ха. По результатам 11 недели обучения домой отправляю... Да, если вдруг кто-то забыл, была очень интересная концовка. Срок. Пока. Резкая пауза. У меня там есть слово. Ну или что-то в таком роде. И серия заканчивается. Я сижу думаю, блядь, ну спасибо, спасибо. Давайте посмотрим, чем это закончилось. Я, кстати, наработал себе такой скилл за все это время. Я не смотрю спойлеры. То есть я прям отключаюсь. Я не читаю комментарии, я не смотрю никакие новости, чтобы не знать ничего. И я реально не знаю ничего. Поэтому поехали. Это худшая ученица Анна Загвоздкина. Анна, к моему большому сожалению, на этой неделе именно вы покидаете школу, леди. Спасибо вам. Я здесь много взялась, честно. Я очень благодарна вам. Но неожиданно для всех прощальное слово Анны прерывает Мария Третьякова. Коллеги, я хочу вмешаться и сделать заявление. Вот, вмешаться и сделать заявление. Я тогда чуть с ума не зашел. Думаю, какое заявление вы захотели сделать? Прекрасная Анна Полякова, естественно. Аня, ты прекрасный человек. Очень-очень искренний и честный. Я понимаю, что ты где-то дала слабину. Но мне понравилась твоя женская истерика. И я готова отдать тебе свой иммунитет. Коллеги, я прошу вас поддержать меня, мое решение и позволить сделать так, чтобы Анна продолжила свое обучение в школе леди. Я, как директор школы, принимаю это решение моей коллеги. Даже при том, что там моя любимая Настя что-то говорит, она недовольна, я уверен. Я остаюсь перед своим мнением. Мне нравится сырок, мне нравится Таня. То есть я не буду переобуваться. Возможно, что-то поменяется. Мы с вами уже это сто раз проходили, обсуждали то, что бывает такое-то, что вот все. Я сделал вывод на основе всех выпусков. Но сейчас, в моменте, конкретно вот какое там число, 3 декабря, я поддерживаю сырка. Она молодец, крутая и надеюсь, что все будет круто. Поэтому я рад этому решению. Ну, теперь смотрим Настю. Могла потратить свое право ведома на сырка. На сырка. Че, гоньте, блин. Лучше поле тогда оставили, реально. Чем вот это... Я расстроилась максимально. Я расстроился, что тебя еще не выгнали. Крис Желточенко из Хабаровска. Вот из-за чего я расстроился. Но не была так расстроена, вот как в этот момент. По-моему, все уже достойны, кроме... Ладно. Серьезно. Мария Владимировна, я очень благодарна вам. Но здесь есть люди, которые будут выживать Таню. Ну, просто неоднократно уже были провокации в ее сторону. Че, прикололась? У нас че, не знаю, здоровье лишнее какое-то. Ну, мы как бы к ошириной нормально относимся. Ну, нейтрально. Ну, ок. На меня не выжить, ты шо? Ты не переживай. Я очень вас прошу, ну, мое... Таня Коширина, это какой-то, знаете, айронмен, блядь. Я не знаю, как ее назвать. Короче, у меня есть ролик предыдущий, получается. Прямо сейчас зайдите, посмотрите. А пацанки на полосе препятствий. Точнее, не сейчас, а после этого ролика. Алексей Столяров выпускал на канале этот ролик. Ребят, как Таня Коширина прошла полосу препятствий, я не пройду, блядь, наверное, в своей самой лучшей форме, если буду держать диету и ходить в зал 5 раз в неделю. Ладно, конечно, смогу, но вы поняли, я утрирую. Она невероятно сильная. Это из что просто так отступление. То есть это не относится к этому выпуску. Это просто я был, ну, ошарашен ее временем прохождения. Это ты пи***ц. Право вето, которое предназначено для меня в дальнейшем, если ее уберут и отдать ей. Просто зная, допустим, жизнь, судьбу Тани, у нее из всех нас здесь, у нее самая сложная, ну, типа, судьба, самое сложное детство. И у нее значительные есть перемены, и просто какое-то маленькое падение. Ну, это стрёмно очень, что ее, ну, типа, уберут. Поэтому это единственный человек, за кого я готова к уйти. Это просто какая-то цирка-игра. Если я раньше думала, что играет тут только Маша, теперь я понимаю, что не только Маша, еще и Аня. Анна Загвоздкина, я думаю, что вам нужно остаться в школе и поддерживать Татьяну. Это действительно игра. Человеку предлагают остаться, и она при этом говорит, не, я точно ухожу, все, вот, можете отдать его Тане. Это игра. Ну, так, в принципе, можно вообще ко всем относиться. То есть, ну, ты тоже играешь. Ты просто, ну, актриса, все. Да-да, вдвоем мы сильнее, Аня. Вдвоем? Мы уже вдвоем? Нет, я не поняла. Мы уже вдвоем, все, все, все. Анна, я очень ценю вашу человечность. Это то, о чем я сказала. Правда, девчонка? Только прикол в том, что она неблагородная. Она неблагородный человек, она немилосердный человек. Она трусливая, она без своего мнения. Она такая лицемерная, что мне просто от нее тошнит, реально. Это был театр, конечно, чтобы Тане найти поддержку в Тане. Потому что она знает, что она сейчас сама не вывезет. И знает, что Таня, если за нее заступится, она на мази. Анна, я прошу вас вернуться к девочкам, к ученицам Школы Леди, коей вы являетесь. Ну, конечно, я счастлива. Ну, это очень круто, это, ну, это круто вообще. Ну, типа, человек своим этим иммунитетом, он сказал то, что, ну, типа, я верю в тебя, я даю тебе шанс. Таким образом, на этой неделе Школу Леди не покидает ни одна из вас. А это мне еще больше на руку, потому что я говорил, что у меня сейчас каждый выгон дается тяжело. Потому что мне интересно смотреть, я за всех здесь болею. Ну, почти за всех, все знают, против кого я. Но Сырок туда вообще никаким образом не относится. Мне финал нужен. Таня, Настюша, ну, Сырка бы я рад был там видеть. Остальные, ну, Лариса прикольная. Маха. Ну, Маха, я просто в своих мыслях летаю здесь, не обращайте внимания. Короче, что, все, давайте дальше. Я пока еще не решил точно, кого я хочу видеть. Но вот четырех человек, которых я назвал, точно хочу. Ура. Я уверена, что это станет поводом для настоящей конкуренции на финальном этапе обучения. Дело так к финалу близится. И получается, что на следующих неделях, возможно, уйдут двое. Кто знает, финал-то он не резиновый. Но Сырка я там не вижу точно. Спасибо тебе большое. Все, ко мне больше не... Мне нравится, она реально как из игры кальмаров, блядь. Распределитель сидит. Все за всех шарит. Я Сырка там не вижу точно. Камон, что, Сырок? Подходи. Все. Она просто ревнилась. Все, пошла. Иди сюда. Ты не поняла. Ты сразу начала к ребенку на себя перекидывать. Да ты много уже таких моментов, Тань, когда ты на меня *** забиваешь. Да я сказала вдвоем, потому что она во мне имела в виду, что если она будет рядом, она будет поддержкой мне. Ничего не сказала насчет меня, Тань. Окей, думай, как ты хочешь. Хорошо. Хорошо, у тебя есть уже подруга лучшая, с которой ты можешь общаться. Ты перепрыгиваешь с одной к другой. Когда такое было? Говори. Ну ты сначала с Ларисой ты была, потом все, потом туда побежала, потом туда побежала. И ты сейчас ревновала к ней? Да при чем мне ревновать-то? Зачем мне ревновать что-то? Ты *** сказала, вдвоем вы сильнее. Все, пожалуйста. Маша, дай я тебе объясню. Я сказала Марии Владимировне, что если Таню попрут... Какой-то такой, знаете, вот спор просто вот настолько ни о чемный, что, блядь, передать словами нельзя. То есть вот зацепилась... Ладно, это просто... Это очень бредово выглядит. Зачем это все нужно? Зачем? Я за нее уйду. Так ну, а кто ее здесь унижает? Нет. Кто ее здесь... ***? Кто? Кто? Ну, что? Кто? 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 Вспомните, пожалуйста, как они ходили на природу, где Дмитрий Масленников проводил конкурсы. Пол, блядь, коллектива сказали. Таня, черная метка или как это там называется? Кто? Все против нее, кроме тебя и СРК. Что? Кто? Кто? Все абсолютно, кроме тебя и СРК. Что? Когда? Что? Мэ, Бэ, ну что? Когда? О, Мэ, Бэ, я говорю все. С кем я разговариваю, влей? Я попросила Марию Владимировну, чтобы мое право вето, которое она использовала сейчас для меня, чтобы она... Ребята, так не темно, нет? Мне так нравится такая обстановка. Так, знаете, я немножко поменять решил, чтобы было потемнее. Потому что уже раздражает. Куча света, пересветы. Так вроде уютно, да? Напишите, если уютно. Пишите. Я не буду нажимать паузу. Вот. Я его оставила для Тани, если сейчас начнется провокация в ее сторону. Есть еще два право вето. Так, х**, ты его можешь дать. Ну да. Без камер? Ну да. И спрашивается, мне это все нужно было? Непонятно. Она общается нормально. Только на камеру выходит, х**, все, оказывается, Таню х** гасит. Да кто Таню уже трогает? Кто ее трогает? Настюш, ну в смысле кто? Все. Почему? Мне и тебе это тоже надо пояснять? Мне нравится, что я разговариваю с ними через монитор, блядь. Ну ладно, у меня сложилось впечатление, что ее гасят все, кроме вашей сырка. Я могу ошибаться естественно. Поэтому, если я ошибаюсь, напишите, укажите мне, дайте какой-то аргумент. Я скажу, все, ссори, больше ничего не говорю. В чем провокация? Не могу понять. Ты подходишь нормально. Ну ладно, ну ты может быть не провоцируешь. Потому что провоцирует Кристина, то, что провоцировала Оля, то, что провоцирует Лариса, то, что провоцирует Даша. Что, блядь, для вас провокация? Да, блядь, постоянные провокации. Какие? Ну какие переч... Блядь, я не могу, она меня... Вот понимаете, она сейчас говорит, какие провокации, какие? Вспомните, как она сказала Насте, что она овцу уже покормила или кого-то там, барана, козу, блядь, корову, неважно. Что ты сейчас сказала? Я не про тебя. Ну, понятно же, всем было, что она ее назвала овцой. А где я напрямую искала, что овца? И здесь то же самое. Какие? Блядь, мне лень делать вырезки. Ванек мой тоже делать их не будет, потому что это просто надо долго искать. Но все прекрасно помнят, кто смотрит серии до 12 выпуска, что много, а что она говорит? Это Кристина. Что-то как-то тяжело мне с формулировками сегодня. Сейчас разгонюсь. Да в смысле вспомни, я хочу от тебя услышать. Вспомни провокацию, любая. Да это мое мнение, Кристина, что ты провоцируешь. Аргументы, 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 где нет никаких аргументов. Все, просто вот такие слова в ветер, все. Спустись с небес на землю, зай. Мы налетели пятеро в четверо. Чего ты глотку дерешься? С тобой нормально стоят, разговаривают. Кристина, я тебе отвечаю. Чего? Я отвечаю. У нее духа не хватит. На нее вот так взгляд кинуть, посмотреть, она уже видно зажимается. Она даже не может слова сказать. У нее духа не хватит даже на грому. Здесь самый слабый человек – это сырок. Просто она к ним пристроилась, потому что они физически сильные, и она думает, что они лидеры. Она не х**ет. Настя, я думаю, тут нет х**ет. Я сказала, что она х**ет глицемерка, да. Глицемерка у тебя в комнате. Ты сейчас будешь за нее со мной ругаться? Если уже Таня со мной и со мной ругается из-за сырка, то мне не о чем с ней разговаривать. Давай заступай за нее, потому что вы толпой на одного кидаетесь. Мы не кидаемся, мы молчим стоим. А, иди, поговори там, вон они стоят, ждут там, наверное. Не знаю, ты с ними хочешь поговорить? Да я не, ну я вообще умоляю, разговор все окончить. Диалог пришел ни к чему, никто ничего не понял, и мы разошлись и поняли, что сиди, я сам открою. Похоже, считанные недели до финала дают о себе знать. Страсти накаляются. Удастся ли девочкам в погоне за золотой брошью соответствовать статусу леди? Тем более, что впереди неделя, посвященная добру и милосердию. И первый урок любви к ближнему пройдет для почти уже леди в весьма необычном месте. А вы вообще любите футбол? Да. Ну я играла в футбол раньше в дворах, профессионально. Ненавижу футбол всей душой, просто про ненавижу. Причем даже мне когда говорят, что, слушай, ты просто не был на больших футбольных матчах, там такая атмосфера, блядь, я вообще терпеть не могу, потому что это настолько нединамичный спорт, что вот можно сидеть вот так час и смотреть, как они просто доходят, точнее, пытаются дойти до ворот. Я так сижу, думаю, блядь, ребят, и сколько это будет длиться? То ли баскетбол, динамика, слэмданк, трехочковый, красивый какой-нибудь лэйап, евростеп, а этот, блядь, упал, кто-то засимулировал, на носилках его вынесли, время потянули, блядь, театр прошел, он выбегает, все, живой, блядь. Не могу смотреть этот спорт, какой ужас. Но, естественно, я его не обесцениваю, кому нравится, молодцы, радуйтесь, кайфуйте, играйте. Если мужчина любит футбол, до свидания. Ну, ребят, я не знаю, ну, как бы, если у вас есть силы это комментировать, комментируйте, мне кажется, здесь комментариев не нужно никаких давать. Я прям по полочкам объяснил, почему футбол это плохо, и что мы слышим? Я не люблю, значит, привет, Настя. Я не буду вечером сидеть, смотреть эту ***. Вы пока разомнитесь, а я схожу за командой, с которой состоится наша встреча. Ну, Кристина Жолточенко там что-то начала ***. Только она и била по мячам. О, пощаду. Ой, 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 идут, идут. Это пацаны. Паровозиком, в заплечиках друг друга держат. Все в черных очках, как будто бы сноубордических. Что здесь происходит? Сегодня у нас с вами необычная игра, потому что ребята играют, которые не видят. Тебе, короче, люди с такими, ну, с ограниченными возможностями в футбол играют. Как так? Чтобы уравнять условия. Одень в очки. Да. Маша, бой! Даша, ты не езжай здесь! Вот, вот, вот. Чего вы ходите-то так? Стрёмно. Чего вы ходите-то так? Просто сняла маску и думает, нахуй мне-то надо. Дурок, правее! А, она как координатор выступает? Или она просто сняла? Я просто не всегда понимаю, что делает Таня. Она, знаете, немножечко свои правила всегда разрабатывает. Это ей, как бы, по баравану. Я не вижу! Очень было необычно побывать в их шкуре. Ну, просто это очень тяжело, когда ты что-то не видишь. Я по себе теперь это знаю. Когда страшно шаг сделать. Эти люди, безусловно, талантливые. Они большие, молодцы. А как они... Кто-то, может, не объяснит, как они понимают вообще, что происходит? То есть, вот, он контролирует каким-то образом мяч. Как-то обходит их. А что это у них? Это у них маски... Ладно, это очень тяжело. Я надеюсь, вы поняли мой вопрос. Типа, чем они руководствуются, когда просто выбирают, в какую сторону идти? Во-во-во, посмотрите, что он делает. Это как? Я считаю, что, ну, такие люди, они, на самом деле, очень большой пример в жизни. Конечно, этот необычный матч девочки провели не просто так, а чтобы ощутить то, что ребята испытывают всю жизнь. И теперь пацанки приступают к самому сложному заданию. Девочки должны показать гостям мир своими глазами. Провести экскурсию по Москве. Что, у нас там половина не из Москвы, кто-то вообще первый раз из Москвы. Смотри, мы сейчас проходим здание, а на этом здании стоит огромная скульптура, где мужчина держит серп и молот. Прямо его держат, он к нему прикреплен. Или из вояна. Я не знаю, мы, конечно, все такие. Человечек, которому сырок проводит экскурсию, знает все немного лучше, чем сырок. Ну, мне казалось, что у меня он самый болтун-болтунок. Внизу три женщины стирают. В этот момент... А вот, надписи? Нет, нет, ну, стирают вещи, по ходу дела. Ага. А мужчина как раз держится... А диме возвышается. Как правильно, что женщина должна сидеть дома, а мужчина может что угодно. Он шутил, троллил. Блин, мне тяжело, я понять не могу, ну, типа, как ему описать, объяснить что-то. А справа что от нас? Парк какой-то. Что за парк? Я в душе не еб... Я никогда не интересуюсь в честь кого. Мне нравится, что он просто, знаете, такой... А что за парк? Я в душе не еб... Да, блядь, сырок. О, что-то названо. Как названо? Ну, мне это неинтересно. Справа от нас фонтан, я понимаю. Да. У него есть какой-то стиль у этого фонтана? Он круглый. А он в современном стиле сделан или нет? На что он похож? Вот у меня в голове что-то есть, а объяснить даже не могу. Порой свои какие-то мысли. А как мне описать, блин? Короче, я облажалась на этом испытании. Вот мы стоим прямо вот через дорогу от Большого театра. Здание такое со столбами, четыре коня и какой-то всадник сверху стоит. Во-первых, к зрячему ты просто можешь сказать, посмотри, и мы сразу все увидим и обсудим. А здесь ему нужно описать, сколько этажей, какие цвета. Собор Василия Блаженова. Там, значит, два острых попола, я вижу. Ну, естественно, золотые на концах. Ну, короче, они там сочиняли как могли. Ты знаешь, кто такое Василий Блаженов? Нет, Василий Блаженов, но я не знаком. Вот я тоже. О, здравствуйте. А вы не знаете, кто такой Василий Блаженов? Вот, африканский. А-а-а! Африканский. Он говорит, африканец. Ну, это он, наверное, с Пушкиным перепутал. При следующем матче я подготовлю тебе выписку, кто такой Василий Блаженов. На храм у него нормально. Вставай вот сюда. Вот так. Загадывай желание и потом кидаешь себе под ноги. Красавчик. Так, теперь я пойду. Классно. В золотом нулевом километре. О чем можно мечтать? Только о золотой броши. Все, пойдем, Леха. Пойдем. С золотой броши. Ты не варишь, я тебе то же самое загадал. А-а-а! Мы сошлись с Лехой и с моим кентом. А как ты выглядишь? Что есть такого примечательного в тебе? Сейчас. Ух ты. Рик, больно. А какого цвета волос? Э-э-э, русые, темно-русые. И кончики белые. А ты знаешь, сколько кирпичей вообще Красная площадь построена? Нет, конечно. Там больше трех... Я думал, значит, что это я тоже не знаю в целом. Миллиардов, говоришь. Кирпичиков. Сама считала. Да нет, это говорили еще. Смотри, тут, короче, корабль на корабле. Обалдеть. Это как они такого состроили? Сколько лет его строили, мне интересно, я как бы не знаю. Главную родину любить, да, все. Зачем ее знать-то все? Вот если будут дети, я с ними подучусь, буду с ними сидеть, делать чуть-чуть, что я все знаю, но буду почитывать. Вот это дерево называется сосулька. Она, наверное, только 10 растет. Ребята, если вы знаете, где найти в Питере... О, боже мой. Если вы знаете... Если вы знаете, где найти в дереве... Ёб твою мать, какой ужас. Если вы знаете, где найти в Питере дерево сосулька, напишите мне. Ну, уже это не смешно все пока. Оно, видимо, только в России. Выше не трогай, там писюнчет. Патриарх Московский Тихон. Ты знаешь, Три богатыря смотрел? Нет. Ты даже не слушал, да, мультик этот? Нет. Три богатыря смотрел? Она его спрашивает. Да, скорее всего, он смотрел. Вот, там прикольно, короче. Отец Тихон у них был тоже с бородой. Так, это кто у нас? Карл Маркс. На самом деле, это такие шутки, они прикольные, потому что, ну, на первый взгляд, это такой черный юмор. Правильно? Правильно. С другой стороны, вспомните тот же фильм 1 плюс 1, когда они покупали картину вот с этим вот профессором. И вот этот, как его, Амарси, актер, который такой большой, он перед ним, короче, кушал Амандемс. И тот такой, типа, дайте мне Амандемс. Он такой, возьми. А, точно, у тебя же не работают ручки. Ну, типа, если это в рамках такой дружеской беседы, то это прикольно и мило. Потому что мне кажется, что люди с ограниченными возможностями не очень-то любят, когда, знаете, ходят и бесконечно их жалеют. То есть, это как-то еще больше вносит негатива. Я могу ошибаться, это чисто мое мнение, моя колокольня. Все, не более. Вот. А когда, как бы, хорошие отношения, вот они идут гуляют, и она может подстебаться или задать какой-то вопрос, не подумав. Это, как-то, наоборот, прикольно. Вот. Поэтому я одобряю такой юмор в таком ключе точно. Ой, у меня вроде шмотки от Карла Маркса были. Пойдем потрогать Ленина. Ленин это... Шмотки от Карла Маркса всегда хотел купить. Я еще этот, мерч Пушкин набрал, помню. Наше все. Наше все, да, что сейчас мы имеем. А он когда жил? Жил, я не знаю, но не в моей жизни он жил. Главное экскурсию – создать хорошее настроение, чтобы ему было не скучно, весело, комфортно все. Что я тебе могу рассказать? Здесь лужи. В общем, красиво, красочно старалась описать. По правую сторону у нас стоят полицейские машины. По левую сторону у нас находятся разные церкви. Впереди большое здание. Я плохо разбираюсь в архитектуре, в истории России. Извините, пожалуйста, что это за здание? Можете рассказать? Большой театр. А, это Большой театр. Я думаю, там раньше играли разные знаменитые артисты. Там был, наверное, Чарлин Чаплин. Где-то я, возможно, даже симпровизировала, потому что не знала, что ответить. Вот, ну что, прям совсем тут. Чарлин Чаплин. Все верно, в Большом театре недавно играл. По-моему, показаться. Вот. Я не знаю. Мы находимся в парке ВДНХ. Мне было даже самой интересно, смогу ли я писать что-то, потому что мне что-то словарный запас вообще угасает. Еще рядом есть какие-то якобы рыбки, но как будто бы, знаешь, сказочные такие, как русалки, знаешь. Русалок тебе описывали когда-нибудь? Не в подробностях, но да. Русалка – это девушка с хвостом, вместо ног, и с большой грудью. Интересно. Интересно. Я вообще прям профессионал в этом деле, но я даже об этом не знала. Перед нами здание Республики Казахстан. Узоры идут из коров, лошадей. На лошади сидит, ну, казах, естественно. Это, конечно, страшно. Вот он идет и просто ничего не видит, вообще ничего. Она ему объясняет, а там, представляете, темнота. Я иногда, не знаю, делает это кто-то или нет, иногда иду, когда один. Это обязательно я должен быть один. Просто по прямой дороге куда-то мне надо далеко идти или прогуляться. У меня бывает такое, что я закрываю глаза, и у меня есть какая-то такая цель, типа, знаете, там, сделать 15 шагов. И на шаге третьем, с учетом того, что достаточно широкая дорога может быть, нет народа, нет машин, вообще никакой опасности нет. Ну, как мне кажется. На шаге третьем я уже думаю, что все, пи***, я сейчас куда-то врежусь, упаду со скалы. Ну, вы понимаете, а люди всегда в темноте. Ну, или я не знаю, что там. Ну, наверное, темнота. О, блядь. Интересно тебе. Да, конечно. Не каждый день тебе рассказывают в таких деталях. Мне понравилось рассказывать, все, я даже не заметила, как время пролетело. И, наконец-то, можно пообщаться хоть с кем-то, кроме девочек. Вот честно. Вот, это, где же, цветочек. Это я должен дарить даме цветочки. Спасибо. Я в роли экскурсовода. Это вообще самое лучшее, что могло произойти с этим парнем. Сейчас я тебе расскажу про фонтаны. Да. И летом, ну, раньше, когда я, типа, пила, на пицце и вот так бегать. Знаешь, как же... На пицце и вот так вот бегать. Блядь, у нее такая уверенность крутая. Я не могу, как ни появится в любом фрагменте, просто в любом. Всегда какой-то позитив, уверенность, угар. Это, конечно, круто, реально. Молодец. Дикий поросенок. Ну, сейчас эти привычки я все бросила, слава богу. Молодец, увожу к тебе. И пойдем чай попьем. Конечно же. Что нужно, Настеньке? Конечно же, покушать. Это самое главное. Два кросса, она шоколадная. Тебе немного шнурок разводит? Давай я тебе помогу? Нет, давай я сам. Нет, я помогу. Спасибо, конечно, за помощь. Ты вот вообще сама по себе классная девушка. По общению сейчас вот с тобой, сколько вот мы с тобой минут разговариваем. Ну, ты вообще хороший, хороший человек. Мне кажется, нам настолько было приятно друг с другом общаться, что и Москва нам толком не нужна была. Мы провели время. В знак благодарности гости подготовили сюрприз. Нет, круто. Получается, у всех, абсолютно у всех, кроме СРК, достаточно позитивные такие беседы были. В этом плане СРК я поддерживать не буду, потому что вот это... Блин, ну это как-то жестко, то есть, ну, блин. Уличные художники нарисуют портреты пацанок по описанию ребят. Интересно, какими новые знакомые представят девочек? Оказывается, мы должны были сесть за художником, а наш мальчик должен, ну, говорить нашу характеристику и описывать нас, а художник начал у нас рисовать. Что у нас с губами? Большие. Как будто видишь все. Вообще класс. Прикольный эксперимент, очень такой душевный, добрый, приятный. Мне понравилось, что он запомнил, что я в основном улыбаюсь, что у меня улыбка, поэтому картина была очень похожа, я была как-то довольна, реально. Нос курносый, щеки спрятались, не наела еще щеки. Отдаю. Похоже? Нормалды вообще, от души. Ну, спасибо большое. Спасибо вам. Так, носик прямой. Вроде густые. Прикольный, на самом деле, реально мне нравится, прикольный эксперимент. Точнее, не эксперимент, а я даже не знаю, что это. Как это называется? Урок милосердия. Вообще, если вот так вот прищурить глаза, то похоже. И типаж похож. Но, мне кажется, у меня не такое милое лицо. Почему с сырком всегда происходит что-то смешное? Вот посмотрите, пожалуйста. Просто, блядь, сделали ей какое-то каре. Какие-то гигантские губы. Ну, тоже как-то. Почему такое широкое лицо? У нее же достаточно стройное лицо с нормальными чертами. А там просто, знаете, ряха такая. А, ну хотя всех, получается, так или иначе странно нарисовали. Ну, короче, блин, один хрен это очень мило, прикольно. И респект таким экспериментам, таким урокам. Дорогие наши гости, спасибо вам за то, что вы пришли. А кто-то хочет поделиться со мной впечатлениями, которые у вас возникли от этого дня. Ну, все понравилось. Девочки очень хорошие и замечательные. Ну, блин, было очень приятно. Ну, спасибо большое, во-первых, всем девчонкам. И Дарье особенно, потому что день был, ну, я думаю, что очень, ну, незабываемый. Вообще крутой. Я у него даже номер спросила. Я с ним по-любому потом еще потусуюсь. Дорогие девочки, сегодня вы получили удивительный опыт общения с особенными людьми, которые многое понимают и многое видят даже лучше, чем мы. Я хочу, чтобы вы сами почувствовали в себе ту красоту душевную, ту любовь, ту доброту, улыбчивость, заботу, которую у вас увидели наши гости сегодня. Я очень счастлива, что сегодня у вас был такой день. Он для меня тоже прекрасный. Спасибо. 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 На самом деле, очень крутой день, на самом деле. Он мне много показал, что мы сдаем, у нас все есть, а мы иногда просто реально сдаемся. А тут люди потеряли зрение, идут дальше и не сдаются. Да, да, как бы банально это все не звучало, я понимаю, что это прям банально. Учитывая то, в каком времени мы живем, когда вокруг куча цитат, куча просто видео мотивационных, но это правда, реально правда. Вот вы идете с этим человеком, и то, что я вам говорил там минут пять назад, представляете, у него просто темнота. Это на самом деле просто очень тяжело, потому что надо ценить вообще все, реально ценить каждый момент. Это тяжело, к этому нужно прийти, видимо, со временем, чтобы всегда это держать в голове. Вот, но нужно начинать, уж точно. Вот, поэтому у нас, у вас, не знаю, есть все, я очень на это надеюсь, поэтому цените. Ну, это премьеры большие. И ты уже даже не думаешь о белой ленте, ты уже не думаешь о том, что надо быть лучше, ты просто делаешь от сердца то, что ты делаешь. И в конце, если тебя за это еще и хвалят, и награждают, это вообще еще круто. О, Евгеньевич. Это же Евгеньевич! Да, Евгеньевич! А кто это? Он в 90-х из каждого утюга звучал, а вы динозавры вместе с моей матерью слушали. Ну, сейчас покруче песни. Да хорош, Евгеньевич для Милохина хиты сейчас запи... Писывает. Не добузываю. Ну и где его увидеть можно? Его еще никто не видел, все только его песни слушали. Но уже скоро он покажет себя на пятницу. Премьера музыкальной комедии Евгеньевич 9 декабря в 9 вечера. Ильич Петрович Борисович Владимирович Вадимович, блядь. Какой Евгеньевич? Вы хоть раз можете рассказать, что это такое, что такое Евгеньевич, блядь? Пятница. Скоро. Когда скоро? Говорят? Премьера музыкальной комедии Евгеньевич 9 декабря в 9 вечера. Музыкальная комедия 9 декабря. Ну, давайте, может, мне обзор на этого Евгеньевича сделать? Он наберет, наверное, тысяч 30 просмотров за месяц. Ну, зато посмотрим, кто же такой Евгеньевич. Его все слышали. Без исключения, абсолютно. Но никто не видел. И, наконец-то, 9 декабря Евгеньевич, блядь, покажет свое истинное лицо. Господи, боже мой, я ждал этого, ну, много лет. Важно быть добрым и милосердным не только по отношению к тем, кто в этом нуждается, а и к одноклассницам, которым девочки порой жестоки. И сейчас будущие леди будут учиться быть толерантными. Смогут ли они сказать неприятную правду в лицо конкурентки, не обидев собеседницу? Здравствуйте. Здравствуйте. Каждая из вас в паре получит бумагу с характеристиками своей напарницы. Это слова, которые вы слышали в адрес одноклассницы. Ну, я все-таки разное девок оскорбляла. И на шее, и на пее, и на всякое разное. Ой, у тебя все жирные. Жирные. У меня даже без бюстгальтера. Ты как сюда выглядишь. Приватирюшку. Да, и после этого скажите мне еще раз, пожалуйста, давайте. Скажите мне, что Таня неизменилась. Не, не, не. Да, понятно, Таня перестала бить, но я считаю, что это не прогресс. Блядь, ребят, вы, по-моему, вообще многие не до конца осознаете, что у человечка было. Человечка, это Таня. Вот, и, наверное, не видите, потому что это странно. Я делал опрос в Телеграме, у меня там что-то, я сейчас могу ошибаться, конечно, по-моему, 4 тысячи человек сказали, что да, виден прогресс. И тысяча нет. Я сразу представил тысячу человек, которые говорят, что нет. И для меня это так странно, типа, ну, вы реально думаете, что нет прогресса? Серьезно? Вот даже сравнивая со всеми. Понимаете, то, что когда мы говорим про прогресс, нужно очень много факторов учитывать. Не просто вот это, типа, ну да, перестал драться и все. Вы глубже копните и все. Вот вам хайлайта не хватает? Это вот просто вот такой милипиздрический момент, где понятно, что да, у человека точно очень много чего поменялось. Мы привыкшие решать, там кто-то кулаками. А вам нужно будет их прочитать про себя и донести их до вашей визави, до вашей одноклассницы в завуалированной форме. Это должно быть что-то такое, что заведомо не обидит, но нужно точно намекнуть, что там написано. Ну, типа, короче, ткнуть носом в грязь, но красиво. Такая детская игра. Всегда нужно отбить. Красс ракеткой сразу обратно. Полетело, все. Пинг-понг обратно. Ну, естественно. Пинг-понг обратно. Она как пинг-понг, может кидаться вот этими вот фразочками. Вы лежали на клумбе, словно олива в бокале мартини. Секси-пекси была. Секси-пекси для меня чуть-чуть иначе. Мерлин... Нормально, нормально, прикольно. Анрон, решетки метрополитена, ерунда по сравнению с вами. Для нас это впервой. Самое главное не ударить, а ответить и поставить человека на место. Итак, первая пара. Первая пара. Да. Да, да. Дарья Громова. Анна Загвозкина. Ой, неинтересно. Хотелось бы с Кристиной. А мне хотелось бы посоревноваться просто. Чтобы она поняла, что все-таки она не лучше меня. Разве это уместно сказать при человеке, который сидит напротив вас? Я поговорю о своем желании. Я бы хотела с Кристиной. То есть я не расстроена, что я с Анной. Давайте откровенно говорить о том, что с сырком она не очень ладит. И в целом ей... Сырка была вообще за счастье. Анна, я тут несколько раз лицезрела. То, что вы часто предлагаете свои услуги. Давай, сырок, надо достойно. Ну, хоть. Что-то, по-моему, вообще не... Шестерка предлагать услуги. То есть как это понимать? Дить полезно. Помощь разве это плохо? Короче, шестерка это вообще не про меня. Я никогда в жизни не шестерила и шестерка никогда в жизни не признавала. Дарья, сейчас мы вам тоже подготовили пассаж. Я думала, что типа, блин, это легко. Вы-то подготовили, только вот сможет ли сырок воспроизвести то, что вы приготовили? Вот тут вопрос уже достаточно серьезный. Сев, туда и когда ты смотришь на эти слова, я очень долго тупила. Я не знала, как ей это сказать. Анна. Говорят, что вы читали книгу Грибоедова. Это кто? Горе от ума. Ну, я не знаю, как я могу это слово сказать? Подумать надо чуть-чуть. Я разберусь, хорошо? Я сама разберусь. Она бы так никому не ответила из всех девочек. Она только мне так ответила. Влезай. Куда без нее? Да, правильно. Ты реально, ну вот, я заметил уже по всей передаче, что Крис, она влезает везде. И потом, когда ей прилетает какая-то ответка, она обязательно скажет. Ну, что-нибудь типа там, чего? Что? Она так никому, только мне. Так, блядь, ты потому что просто затычка в бочке, блядь. Ты везде абсолютно пытаешься быть. Круто, ты, наверное, радуешься, что ты выводишь людей на какие-либо эмоции. Но, да, короче, не доживет она до финала. Я, не знаю, готов поставить. Ну, давайте пять тысяч поставлю. А че ты агрессируешься? Ну, а че ты лезешь-то? А че ты лезешь? А че ты? А что ты? А че ты? Че тебе все время надо вот кого-то подкл... Спасибо, Мария. Вы за меня все сказали, можно просто поставить паузу и сказать, вот. Мария говорит, слушайте. Лукнуть. Следи за собой. Так, эээээй. Когда ей предъявляют, следи за собой, у нее нет ответов никогда. Когда ей Насте что-то предъявляла, что-то про себя там пробормотала, блядь. Ой, я не могу... Спасибо, Маша. Маша, господи, опять ты. Я вообще вот этого цирка не поняла. Ни дня ты не упустишь. Конечно. Отлично. Я очень рада, спасибо. Песня есть, я сошла с ума, помни? Ну, типа, алло. Ну, короче, вообще, я не поняла этого задания. Я слышала... Вот, проблема с цирка, как мне кажется, в том, что она как будто бы даже иногда не пытается. То есть, она могла бы сейчас посидеть, подумать, вон ей там намекнули то, что есть песня. Я не знаю. Я не вырубаю. Все. Пока. Вашу перепалку с Крис я бы предложила вам. Как вы думаете, что? Ну, наверное, словесный дуэль. Вы думаете, я это вынесу? Я не... Давайте посмотрим еще раз, как засмеялась. Учительница. Что? Ну, наверное, словесный дуэль. Да что это, блять? Что это такое, блять? Давайте еще раз. Я бы предложила вам... Как вы думаете, что? Ну, наверное, словесный дуэль. Блять, это очень смешно. Вы думаете, я это вынесу? Ладно, последний раз. Простите. Что? Ну, наверное, словесный дуэль. Вы думаете, я это вынесу? Я не вынесу. Пожалуйста, я уже неделю, знаете, выслушиваю это изо дня в день. Уже интерес, азарт пропал. Да, уже как-то, ну, не очень-то интересно. Не мой левел, не мой уровень. Маша просто как бы видит во мне конкурента. Ну, мне не хотелось тратить энергию, садиться вместе с ней. Я слишком от Маши устала, честно. Я вообще не хочу с Марией иметь ничего общего. Я вас услышала. Ну, без камер ты говоришь иначе, ладно. Я вообще с тобой не разговариваю, Маша. Да? Да. Правда? Да, правда. Ну, конечно. Кто бы хотел составить пару Марии Лебедевой? Дарья? Желаете? Почему бы и нет? Маша постоянно мне там что-то пыталась всегда заткнуть рот. Я очень часто не реагировала. А тут мне такой шанс выпадает. Кристина не хочет им воспользоваться, а я прям даже за. Я просто понимаю, что я ее сделаю. Мария, я считаю, что ваш селф-харм испортил вашу милую натуру. Дарья, собачки лают, караван идет. Хорош. Но это не в тему. Я бы не совсем поняла про собак и про караван. А почему? Давайте еще что-нибудь ответим. Это мое украшение. Новогоднее? Конечно. Я вообще не сомневалась, что Громова там быстренько все разрулит. Ты не сомневалась, что Громова быстренько там все разрулит. И говоришь это почему? Потому что, ну, ты в этой тусовке. Если и ты там будешь так же капризничать, как ты это делала с Настей, назвав ее овцой, то ты будешь жить одна в комнате. Потому что тобой, в принципе, никто уже не захочет общаться. Господи. Вот. Тут, блядь, прям, ну, тут только слепой не увидит, что она пытается подмазаться. Я не забуду уже все, не получится забыть то, как она с ними дружила, а не прям был костяк такой вообще. Ну, прям полноценный костяк. Потом резко начала всех обсирать, видите, или настроение пропало, и Настя овцой стала. Потом поняла, что все такие, типа, ты че, блядь, не приходила или нет? Сразу оп, обратно. А это только что Громова и говорит, давай, давай с тобой. Стоит, молчит и сейчас Громова, да, да, блядь, ну, ай. Дарья, говорят, что вы ведете себя достаточно эгоистично. В детстве меня никто не любил, и я восполняю эту любовь. Не засчитывайте, Мария, потому что вы назвали однокоренное слово. Ответ Дарьи мне нравится. Она защищает себя и снимает обвинения. Машу, естественно, это задевало. По ее подергиваниям это было очень сильно видно. Сейчас, секунду. Блин, мне так хочется сказать, и боюсь уже теперь говорить, потому что боюсь обидеть. Не нужно обижать. Подбери слово, пожалуйста. Дарья, когда я шла к вам на встречу, я думала, что вы будете выше меня. Так может, вы просто спускались с горы? Все, осадила. Сила всегда здесь, я это всегда говорила. Что, ты готова? Да. Господи, боже мой. Это очень жестко в лицо человеку сказать. Это было вообще бы обидно, наверное. Кстати, интересно задание тоже подбирать вот так. Нормальный коммент искал, да? Просто за эти дежурные. Просто интересно задание, да, подбирать. Угу. Говорят, что вы не самая умная блондинка. Да вы что? Где нужно, я умею типа сглупить для своей пользы, конечно же. Я думаю, настоящая женщина всегда этим может воспользоваться. Татьяна. Говорят, вы не самая умная брюнетка. Можно, в принципе, отвезти, так? Говорят, что вы не очень умная. Ничего страшного. Коширина – это вообще налегке. Мы всегда над друг другом подшучиваем. Ну, мне с ней комфортно. Видели, какие светские львицы? Вот и смолток. Браво. Мы все прикольно, ну. У меня не было никакой психа, ни агрессии. Мне даже нравилось. Блин, обожаю. Вот они так хорошо ладят. Вот, ну это круто. Они, вот, блин, я пытаюсь что донести, что берем Настю. Но она же реально, вот, блядь, вот она какая была с первых серий. Вот такая она и на 12 серии. Похериска, позитивчик, что-то еще. Таня. Всегда правдорубит, просто говорит, что хочет. Прет, меняется, ну как бы все хорошо. Тех участников, которых я цепляю, а вы мне говорите, что ты их цепляешь. Ну, блядь, ну, ребят, откройте глаза и посмотрите. Просто посмотрите, сравните по сериям. Это же очень круто видно. Сырка, которого все глумятся над ним. Но она такая с первой серии. Вот такой. Аккуратно. Она такая с первой серии. Чуть не разбил свою Apple Watch. Не дешево это разбивать. О, боже, лучше бы, ага. Я просто по кайфу поиграла. Анна, вы справились хуже остальных, поэтому вы сейчас, пожалуйста, сядьте в кресло. Напротив буду сидеть я. Мы изменили правила. Я буду говорить о себе, а вы о себе. Ой, тут вообще ничего не поняла. Хотите, я покажу пример? Да, давайте. Здесь очень короткое слово из шести букв. О том, что моя молодость прошла давным-давно, закончилась. Слово? Старое? Старое. Только я не хотела вас от этого насыпать. Вы. Мое настроение нечасто улыбчивое. О, ну там пожестче, мне кажется, немножко. Я не знаю, как его еще. И оно пахнет от этого? Понимаете, в чем игра? Я ношу свои очки. Я, кстати, забыла очки. Чтобы видеть все-все-все, что даже не предполагается. Я дотошная. Молодец. Следующая. Упитанная. Если меня обвиняют в том, что я слишком упитанная, я говорю, ну это прекрасно, зато это очень хорошо растягивает лицо. Я всегда хорошо получаюсь на фотографиях. Хороший лайфхак для того, чтобы кожа не обвисала. Спасибо, Анна, огромное. Это полезно, это типа подготовка на будущее, потому что если нас будут оскорблять, чтобы мы не оскорбляли в ответ, а не били лица, а чтобы мы, ну типа урыли. Ну я думаю, что очень хорошо Дарья сыграла сегодня. Да, Даша хорошо. Но IQ Дашина помогает ей. И тоже природный темперамент Дарьи. Дарья, поздравляем. Ну это прям Даша на стезя отвечает вот так язвительно. Ей видно было, что она прям в азарте была, когда все это говорит. Аж вот так говорит. Ну и типа да, это было круто, что ей это понравилось, у нее это получилось. Вы готовы? Поехали. Я так понимаю, это твоя самая яркая вещь? Просто моя яркая вещь выглядит вот так. А в сочетании вот с этим, ну Леха, наверное... Я пока просто в телефоне посижу. Сухарев бы вообще... Леха перекрестится. Да уж. Эти вещи совсем не вариант. Если меняться, то меняться кардинально. Это да. А давайте устроим модный баттл. Кто круче оденется? Ну, понятное дело, что я. Ну давай рискни. Вот и посмотрим. У меня есть как раз приложение Ла Мода. А давайте выберем образы и устроим дефиле. А давайте закажем образы не только себе, но и друг другу. И посмотрим, кто лучше. Да. Блин. Если многие не знают, что такое слово нативность. Что такое нативная интеграция, давайте, да, таким языком рассуждать. Профессиональным, блогерским, контент-мейкерским. Вот. Нативная интеграция выглядит конкретно так. Ну что, битва за лучшего стилиста шестого сезона «Пацанки» начинается? Погнали! Мне платье вот это нравится. Отлично, хорошо, что мне нет. Слава богу, у нас разные вкусы. Тебе какое платье нравится? Секс? Угу. О, костюмчик. Да, да. Для Настюхи. Заказываем? Я называю это просто паузу. Делайте пока что хотите, а не там заказывают что-то. Я не перематываю, уважаю девочек, уважаю их рекламу. Не зря же они все это снимали, поэтому мне не жалко. Погнали! Курьер Ламода приехал. Погнали! Вау, нихуя! Реально так быстро, вы только заказали, и вот он приехал. Ничего себе! Погнали! Ладно, не, давайте перелистывать. Я, блядь, это не выдержу так долго смотреть. Я, конечно, уважаю их рекламу, но вот это вот... Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Оп-пум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Оп-пум. О, курьер! Только заказала. ...продолжается. Впереди очень сложное, экстремальное испытание, которое покажет, есть ли настоящая дружба в школе леди. И готовы ли девочки пожертвовать собой ради блага одноклассницы. Едем-едем, год прошел, второй прошел, а мы все едем-едем. Приходим мы в лес какой-то, там стоит любовь опять красивая. Здравствуйте! Здравствуйте! Вау, крутая штука! Это что? Веселые старты. Стояла очень странная конструкция. Я пыталась наперед предугадать, что это может быть. Сегодня мы наиболее подробно коснемся дружбы. Кто здесь на проекте человек, которого ты считаешь своим другом? Ну, Маху. Я бы хотела с ней дальше общаться после проекта. Не только на проекте, а после. Почему Таня при всей своей наивности не сказала фразу, что мы с Машей будем общаться? А потому что по Маше видно, что Маша не будет общаться с Таней после проекта. Я в этом 100% уверена. Да, и твоя уверенность, как обычно, ни в коем случае не опрометчива, так как я подписан на Таню и вижу, что они сейчас гуляют по Москве, дружат, а она встречает ее в аэропорте. Ну вот, не, Крис, блин, ну, не, Крис реально шарит. Я понимаю, откуда у нее вот эта база фанатов, почему ее все так обожают. Она все, что говорит, все сбывается. Нет перебываний. Крис, Желточенко, ты выиграешь. Дружба Маши и Тани я не вижу там какой-то. Со стороны Тани, может быть. Мне кажется, все-таки они больше конкурентки все-таки, чем друзья. Вот нормальный ответ. И, и, не потому что это Настя. Вы замечали, наверное, то, что она может там сырка обсирать. Я говорю, типа нет, сырок крутая. Я не буду говорить просто то же самое, что Настя. Ой, точнее, как сказать. Короче, она нормально рассуждает в том плане, что мне кажется, что вот я вижу то, а не вот это. Я там ничего не вижу, там никакой дружбы не пахло. Блять. Этот разговор, он неспроста. Этот урок по окончании позволит одной из вас иметь иммунитет на завершение этой недели. И зарабатывать этот иммунитет будете не для себя, а для своего друга. Я, ну, ничего себе масштаб. Каждая из вас должна выбрать одноклассницу, ради которой она готова этот иммунитет завоевать. Я маху. Крис? Лариса. Почему Лариса? Ну, она мне ближе всех здесь на проекте. Если Крис выбрала... Лариса даже в эту сторону не смотрит, она просто такая. Такая, блять. Я ничего не вижу, я ничего не слышу. Ларису, значит, Лариса выберет Крис, а мы с Дашей выберем друг друга. Ну, чтобы было честно. Я выбираю человека, которому я, если вдруг что, отдам ему иммунитет, правильно? Крис. Я считаю, что... Ничего себе. Не, я как... я типа рад. Прикольно. Она ответила по-честному. Вот, тоже, один из людей, который вот, ну, она правдоруб. Вот она всегда что-то говорит и всегда так и делает. Я ни разу не замечал за Ларисой и за Олей какого-то, знаете, переобувания жесткого, какого-то крысятничества. Вот она просто стоит, понимает, все понимают, что она должна выбрать Крис. Настя. Блин, респект, вообще, вот так и надо, это круто. А Крис осталась одна. Понимаю, понимаю, бывает. На данный момент, типа, под наибольшей угрозой находится Настя. У меня чуйка внутренняя подсказывает, что Настя сейчас нужна эта помощь. Маша. Ну, сырок. Ну, хороших людей, как минимум, нельзя оставлять в беде. Таня ожидала, что это не ее, да? Нет. Таня, ***. Это был такой трэш. Таня просто ***, когда Маша выбрала сырка. Ань, ты вообще ожидала такого решения? Потому что я вижу твое удивление. Так круто, сейчас сырок должен сказать. Таня, все, цепочка закрылась, все хорошо, нет? Ну, нет, на самом деле. Спасибо больше. Не за что, пока что. Я за Таню. Таня ближе мне по общению. Она готова отдать... Ну, да, да, все. Она готова уйти ради Тани. Я очень вас прошу, ну, мое право вето, которое предназначено для меня, в дальнейшем, если ее уберут, ну, отдать ей. Она готова отдать иммунитет Тане. Она готова право вето отдать Тане. Это выглядит немного... Я еще всегда забываю вам, знаете, какую вещь сказать, очень важную, как мне кажется? Мы с вами никогда не сможем здраво оценить того, что там происходит. Никогда. Потому что мы не на проекте. Когда у меня был эфир с Любой Фрозенберг, ну, в принципе, логично то, что... Ну, она сказала то, что мы не видим там, не знаю, 60% даже близко. То есть на монтаж же уходит самое основное. Представляете, да, серия идет сейчас час двадцать шесть. Сколько, на самом деле, это снималось, сырого материала? На часов двадцать, я не знаю. Ну, ладно, может быть, переборщил. Короче, очень много. Вот. И когда девочки дают какие-то комментарии, конечно, мне нужно быть полояльнее к той же Крис, потому что, ну, возможно, я чего-то не знаю. Но я оцениваю это как зритель, который смотрит пацанки, поэтому я так резко высказываюсь. Вот. Но это такое отступление, чтобы вы понимали, что много чего мы не знаем. Нет у нас понимания вот этой кухни. Не как спасение, а как подлизничество. Очень неприятно смотреть на это со стороны. Крис, никто из девочек не сказал, что готов бороться за иммунитет и отдать его тебе? Конечно, это слегка неприятно, что я осталась одна. Есть вероятность того, что в моем внутреннем ребенке какая-то обидка засядет. Меня даже это улыбнуло. Она открыла свой лиц. Ну, вернее, все открыли ей глаза, наверное. Как именно вы будете зарабатывать иммунитет? Все очень просто. Вы будете висеть вот на этих балках за моей спиной. Если вы падаете, то вы теряете шанс получить иммунитет ради своего друга. Кто провисит дольше остальных, тот выиграет иммунитет для своего друга. А как Лариса-то будет висеть, когда у нее гипс? Накануне девочки участвовали в съемках блога Алексея Столярова. Лариса неудачно упала на полосе препятствий и сломала палец. А-а-а, блин, блин, как плохо. Я просто там стебался в ролике Столярова, что типа, ну, понятно же дело, что это снимали после проекта. Ладно, я беру свои слова обратно. А-а-а, черт, как неудобно получается. Ё-моё. И вообще, что Столярова рекламирует прям в выпуске? Меня лучше вставили бы. Видно не то, что я... А-а-а, ну это снято было уже давно. Блядь, ну... Мне нечего сказать. Я бы сломала палец. Мне видно, потому что я хотела пройти. Лариса, извини, пожалуйста. Мы не можем позволить тебе участвовать в испытаниях. Я отвечаю, я бы со сломанным пальцем исключиться. Я бы провисела дольше всех, спасая Настю, потому что я чувствую, что ей это нужно. Когда у меня есть возможность, я делаю то, что от меня зависит. И когда тебе не дают этого сделать, это ломает. И когда ты еще хочешь при этом помочь человеку, который тебе дорог, и тебе не дают этого сделать, ты чувствуешь себя каким-то недостойным того, чтобы помочь другу. Это запрещено врачами. Как бы Лариса не хотела заработать иммунитет для Насти, с переломом это недопустимо. Давайте угадаем, кто же выиграет. Я не знаю, кто-то сомневается. Точнее, кто-то... Да ёб твою мать, что у меня сегодня с речью? Короче, я думаю, что все понимают, кто выиграет. Ну а для ее одноклассниц борьба начинается прямо сейчас. Я решилась пойти первой, потом понимаю, что я-то иду, получается, в самый конец, где глубже всего. Немножко испугалась, потому что я не умею плавать. По моей команде бревно из-под ног сейчас уберут. А-а-а, я думал, бревно они будут убирать, то есть они сейчас в воду плюхнутся. Ну что, первое упадет сырок, потом... Потом не знаю, потому что тяжело. Ну, Танюха, естественно, останется, господи. Я пробую, тогда я понимаю, боже, как это сложно. Я, наверное, не выставлю вообще ни секунды. Маша и Таня физически сильнее всех здесь. Таня выиграет. Раз, два, три! Мне нравится, как Настя на точке висит просто вот так, блядь. И сразу вся сила перекладывается на руки. Это очень тяжело. У меня резкая адская боль, короче, в мышце вправо, в ребрах. А сырок держится, смотрите, молодец. Да ну! Не ожидала, что это будет так быстро. Я не ожидал, что упадешь ты первый, думал, сырок первый упадет. У нас, короче, в болото. Меня там засосало, но я выбралась. Сырок, прости! Руки соскользнули. Мунти для сырка, да, это... Сколько она, три секунды провисела? Че за чушь? Ты там, Ореша, ты сила, пауэр, вообще ты такой качок, ты не можешь провисеть. Да, потому что у нее большой вес, сила, пауэр, это ни в коем случае не значит, что у меня есть какие-то крутые владения воркаута, калистейники, турникменов вот этих. Я не знаю, какие слова подобрать, чтобы было понятно. Вообще не значит. Если идет чел, который реально сильный, тянет, поднимает, жмет, приседает, все что угодно, ни в коем случае не значит, что он может долго висеть. Но при этом Даша Громова, она, скорее всего, сейчас будет висеть долго, потому что она мало весит. Ребята, всем привет, я сижу дома, просматриваю ролик со своим монтажером, и мы заметили такую интересную вещь. Пожалуйста, взгляните сейчас на экран, на ноги прекрасный Крис, самого честного участника. Болото, меня там засосало, но я выбралась. Как ноги оказались на бревнах, а почему она не висит, остается загадкой. Напишите в комментариях, как ее ноги оказались на бревне. Пока! Ты че? Думаю, она выбрала изначально сырка, потому что она знала, что она там не продержится. Сырок все равно ей скажет, о боже, спасибо, машенька, что ты вообще простояла за меня пять секунд. Че, я не могу быть? Так, простите, так, ничего, ничего страшного. Я держалась еще на каких-то вот прям маленьких вот еще кусочках, в силу вложила, что я могла. И как только она сказала, типа, ничего страшного, ну, типа, ну, прыгай. Перебирай руки, Даш, перебирай руки. Вижу, что все. Я сейчас упаду. Я еще не умею плавать. Молодцы, девчонки. Не уверен, что это честная борьба. Таня висит, держится кистями, девочки висят вот так. Почему-то кажется, что это намного проще. Я могу ошибаться, я не пробовал, но визуально уж точно. Друг за другом. Остались Таня, Настя. А, не две, ладно, извиняюсь. Настя вот висит так, ну, типа, она же может так больше всех провисеть, нет? Ну, да, да, это не очень как-то честно. Когда нам говорят, вот так висеть, а вы бы уже давно падали. Ну, если они не соображают, ну, типа, это их проблема. Мне кажется, нужно понимать и соображать немножко уже как-то своей головой и как-то не то что хитрить, а понимать, что будет для тебя лучше. Нет, ну, в этом тоже есть логика. И опять же, не потому, что Настя, типа, видите, не запрещено, висит как хочет, норм. Ну, нет. Ларис. Брат, ничего. Меня хотя бы радует, что я осталась в тройке. Остались Настя и Таня. Остались в двойке с Таней. С Таней, которая физнагрузка самая *** из нас всех. Макушка самая сильная. За Машу пожертвовала много чего. Хотела для нее иммунитет выиграть. С Дашей мы вообще с первого дня, вот, когда мне было плохо очень, когда у меня было безумно разбитое лицо, только она со мной ходила, только она мне как-то помогала, поэтому, ну, бороться я буду. Помогу. Да, ***? Вот. Вот. Вот вам. Не черта. Я как схватилась за эти палки, блин, и думаю, я пока у меня уже прям последнее не перегорит, я *** их отпущу. Последнее была Настя. Настя выиграла иммунитет для Даши. Я не ожидал, на самом деле, что Настя окажется такой сильной и сможет провисеть дольше. Я считаю это нечестно, потому что складка рук была нечестна. Она бы так провисела часа два, как она висела. Надо честно было висеть, тогда бы она упала бы самая первая. Обидно, как она не заслужила иммунитет. Настя, ну, поздравляю тебя. Спасибо. Не, ну, слушайте, не оговорено было правилами, она реально повисла, как ей удобно. Никто ничего не говорит, все правильно, все, работаем. Ты заработала иммунитет для Даши. И Даша точно остается в школе еще на одну неделю. Я рада. Спасибо. Я очень обрадовалась, но для меня было главное, что Настя смогла, и Настя победила. Сейчас вы выступаете, как некий единый коллектив, который готов друг за друга биться. Не только за себя, но и друг за друга. Насколько бы мы не были сами самодостаточны, насколько бы мы сами не были готовы драться за себя, мы готовы очень много делать для других. И это, правда, самое лучшее, что можно сделать как вывод, исходя из этого испытания. Вы согласны со мной? Да, абсолютно. Каждый друг за друга борется. Крест никто не выбрал. Пускай кресты, ну, и все. И все-таки многие девочки показали, что готовы бороться друг за друга. И теперь вдохновленные пацанки отправляются на новое испытание. Дарить внимание и заботу людям, которые часто этого лишены. Приезжаем, видимо, в дом ветеранов. Это то место, где, ну, типа развлекаются, ну, там, тыц-тыц-тыц. Пенсионеры там танцуют, поют. У вас есть бабушки и дедушки? Да. Я росла в основном с бабушкой, она мне заменила мать. У меня и бабушка такая, типа, прикольная, на самом деле, тоже такая молодежная. Да, было строго иногда в детстве. Но мне кажется, если бы она со мной строго не была, я бы вообще пошла. Непонятно куда. У меня тоже была только бабушка. Меня назвали в честь нее Ларисой. И мы с сестрой жили у нее до первого класса, поэтому она нам считает до первого. Прикольные такие близняшки в покемонах с бантами огромными. С бантами. О, Господи, боже мой, мне ж пот взял. У класса тоже мать заменяла. И мы были у нее любимыми внучками, хотя у нее внуков 10. А потом мама рассказала бабушке, что мы моросим жестко. И бабушка так оттолкнулась. Нравится ее фраза отлично, что мы моросим. Сэшэ, не мороси, юб ты, эй, алло. Так, ребят, я взял легкий творожный десерт с ягодами. И, с вашего позволения, буду аккуратно его есть. От нас и больше не захотела с нами. Всем приятного аппетита, кто ест со мной. Если кто-то не ест, пожалуйста, присоединяйтесь. И мне не жалко. Это крепко поддерживает взаимоотношения, потому что разочаровалась в нас. Ну, у меня бабушка по матери линия. Но она хорошая. Ну, бабушка как бабушка. Выполняй все функции. Накормят, если надо. Я люблю бабушку. Нравится бабушка как бабушка, выполняет свои функции. Знаете, бабушка это... Какой-то компьютер, блядь. От нее чувствуется эта доброта, от нее чувствуется забота, от нее чувствуется... Короче, бабушкинская вот эта вот у нее есть. Но никогда в жизни, ну, я не слышала от нее, там, я люблю тебя. Ну, типа, вот как все бабушки там что-нибудь говорят. Ну, не было этого. Но она такой человек. Блин, иногда это хочется это услышать. Особенно, когда ты всю эту жизнь не слышишь. Ни от кого. Сейчас я вас познакомлю с теми, кто очень нуждается в вашей помощи. А девушки, которые претендуют называться леди, им не чуждо сострадание, взаимовыручка и прийти на помощь в любую секунду. У меня вообще никогда не было ни бабушки, ни дедушки. У меня нет их в принципе. И как-то я не умею, не знаю даже, как все, о чем с ними общаться. Типа, знаешь, не знаю, даже мне кажется неинтересно. Они же пахнут, они же старенькие. Типа, не, я там слышала, говорили. Типа, старостью какой-то вот. Открываются двери, и сидят бабулечка, и один принц на белом коне, один дед. Принц на белом коне. На ваших экранах, дамы и господа. Бля, обожаю ее озвучку. На все село прям сидит такой крутой. Задача девочек – научить бабушек и дедушку пользоваться современными гаджетами, ноутбуками и смартфонами. Так как для многих это единственная возможность связаться с близкими, которые находятся на расстоянии тысяч километров. Я помню, как я свою бабушку телефона учила, е-мое, я на листочке рисовала телефон, короче, и кнопки, которые нажимать. Мы учились, наверное, недели три, хотя бы брать трубку, извините. А тут думаю, компьютером учить? А, блин. Сейчас на изи все сделаем. На чем сделаем? Большая кнопка – это пробел. Чтобы перейти на другую строчку, вот можно нажать на интер. Вот эти вот сайты для чего даны? Разные поисковые системы. А плюсик – это что? Это должна быть такая, я не знаю даже, как выдержка, стрессоустойчивость, чтобы объяснять это людям. Это просто ужас. Я работал на втором курсе, да, на втором курсе в метро. То есть, представляете, Санкт-Петербургское метро и вот эти вот будки, которые стоят там, где турникеты, турникеты, турникеты. Так вот, у меня было очень много, я даже не знаю, как сказать, гостей, гостей, клиентов. Я не знаю, как это называется на той должности, на которой я работал. Короче, мне нужно было объяснять людям, если вдруг они там жетончики дают и что-то не получается, либо прикладывают карточку, что-то не получается, объяснять, почему так произошло. У меня там было много бабулечек. Прекрасных, хороших. Знаете, через ней 15, когда я там работал, я уже не считал их хорошими, любимыми, добрыми. Я уже просто мечтал не видеть их вообще. А здесь надо объяснять, потому что то же самое, только еще и с техникой. Я бы сошел с ума. Нас бы сначала кто научил. Как бы они в этом не виноваты, в другое время я просто к тому, что я не знаю, как это объяснять. Это ужас. Это рабочий стол. Главная помета, рабочий стол, говорю. Вот, познакомься, рабочий стол. Это баба Лиза. Вот тут, смотрите, крестик можно закрыть. Это свернуть, а это развернуть, наоборот. Я вам сейчас такой аккаунт запилю. Зарегистрировала ее в Инстаграме, короче. Я ее сделала супергероем там. Я красивая, стройная, веселая. Бабушка Бэтмен. Бэтмен это, короче, типа супербабушка. Да, да. Я на земле борюсь за добро. Еще и вылетать умеете. Потому что она настолько веселая, что внутри у нее такое, знаешь, она яркая. Типа как супергерой одевается, знаешь, так ярко. Вы рассказывайте, что вы подруги. Таня тоже прикольно общается, знаете, так по-простому, с каким-то угаром. Не обращая внимания на то, что она какая-то там пожилая. Я говорю, это очень подкупает, это очень нравится людям. И то же самое на точке. Вот они прям очень круто коммуницируют с людьми. Мне очень нравится. Вон люди, пожалуйста, сколько им лет уже. Они двигаются, они берут от жизни все, они кайфуют. Поэтому я надеюсь, что нас ожидает такое же. Аленушка, видишь, у меня какая новая знакомая появилась. Очень интересная, симпатичная девушка. Мам, много еще на поле? Это слегка похоже на отношения моей бабушки и мамы. Бабушка тоже там позвонит, спросит. Мам никогда ей не позвонить, ничего не спросит у нее. Только если что-то надо. Сирот, помогай. Я бабушку, блин, мне тяжело было свою научить, как видеозвонками пользоваться. Ну, типа, у меня не удалось. Старший брат в итоге ее научил. На самом деле уже компьютером толком никто ее не пользуется, можно сказать. А вообще в этих делах не бум-бум. А это моя бабушка, Лиза. Я поел, спасибо, что терпели мою еду. Мое поедание. Бабушку такую захотелось, вот честно. Но она мне очень понравилась. Она такая веселая, такая общительная, такая шутница. Такая вот позитивная человек, которая душой очень сильно зацепила меня. Она очень сильно. Напоследок пацанки и их новые друзья решают сделать совместные фото, для которых нужно преобразиться. Все, ну, красавчик. Давайте на носик припудрим, припудрим. Где носик? Так-так-так, на носичек, где там черненькие точечки. Думаю, что вам все прикроют, или черненькие точечки. У вас такие ресницы длинные, красивые. Да, ну, это ты комплимент. Не, я честно говорю, блесточки на глаза, чтобы она сияла. И красная помада. Просто голливудская звезда. Вот так. Опа, пошла, давайте. Пошла, пошла. А вы вот этой рукой делайте вот так. Вот. Три. Пацанки! У-у-у! Вот это, знаете, какой-то реальный выпуск с позитивными вибрациями. Очень как-то все по-доброму. Прям круто-круто. Мне нравится. Я настолько удивлена, приятно удивлена, что какие вы золотые девочки. Может быть, у вас что-то там случалось в жизни. Но сегодня вы раскрылись с очень такой стороны, расположенной к людям. К людям старшего поколения. Поэтому спасибо вам, девчонки. Спасибо. Про себя не забывали. Не хотелось расставаться, не хотелось вообще как-то еще куда-то ехать. Охота была еще общаться, общаться и общаться. Здравствуйте, носочки я надела. Тепло тебе. Вообще. Подарила она мне носочки. И я такая довольна. Думаю, о, бабушка молодец. Вот бабушки знают, что дарить, понимаешь? А может, я тебе тоже подарю этот браслет хотя бы? Давай. Чтобы ты помнила, что у тебя есть там еще внучка где-то. Реально родная бабушка, как будто была она несколько часов. Баба Лиза тоже меня приняла как родной, потому что было видно эмоции, было видно обнимать, целую. И я такая, ай, ты моя бабушка. Эх, после проекта увидимся, думаю, приеду к тебе и в гости. Заеду к бабушечке своей. Неделя милосердия продолжается. Девочки возвращаются в школу леди, где их ждет сюрприз. Ой, Мишка! Так он один, блин! Мишка! И чё? Пошла за голову, а там что-то тяжеленькое такое. Всем привет! 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 А у вас в детстве был такой, как я? Да. Такой большой? Ну, такой большой? Да, зона не было. Никогда. У меня, в принципе, даже маленького такого никогда в детстве не было. Когда мне грустно, я смотрю наши старые мультики. Конечно, знаю, ты чё, у меня из колонок её песни дома всегда орали. Это просто Лера по голосу слышала. Это исполнитель нашего трека. Просто Лера. Артист лейблок Кауфман Мьюзик и исполнитель саундтрека шестого сезона «Пацаны». Большую популярность девушке принесла песня «Лютики». А трек «Хрущёвка» попал в топ-чарта «Восход» от Apple Music. Редакторы ресурса включили 20-летнюю артистку в список самых перспективных музыкантов площадки. Я очень обожаю, короче, делать всякие подарочки, сюрпризики. Большую часть жизни посвящаю благотворительности. На самом деле, это круто помогает другим, если есть такая реальная возможность. Вот. И сегодня мы с вами сделаем одно очень хорошее, классное, доброе дело. К вам сегодня в гости придёт девчонка по имени Кира. Технические проблемы были, но я уже всё уладил. Жесть, тут просто вирусня какая-то залезла. Пуск открылся. Ну, блин, ну, компьютерный мастер в прошлом. Я 11 лет. У неё есть как у обычного человека мечта, которую мы постараемся с вами исполнить. Мы с Лерой поднялись на третий этаж. Пришла девочка такая милая. Очень красиво, прическа, как у меня. Ну, очень такая нежная, девочка-девочка. А чем ты вообще увлекаешься, чем ты занимаешься? Я очень люблю рисовать пейзажи. Вау. Надеюсь, сейчас не будет такого, что она сначала расскажет что-то хорошее, а потом резко скажет, что мне нужен какой-нибудь укол, и у меня какая-нибудь болезнь, потому что я вообще не могу на это смотреть. Ну, рассказывай, какая у тебя мечта? Я хочу стать фотомоделью. Господи, слава богу. Ты очень красивый, у тебя сто процентов это получит. У нас, кстати, тут есть одна отличная фотомодель, вот она, которая тебе поможет в твоей мечте больше всех, я думаю. У маленькой Киры диагностировано тяжёлое заболевание – рак крови. Но девочка верит, что сможет вылечиться и в будущем стать моделью. И сейчас пацанки должны помочь Кире провести первую в жизни профессиональную фотосессию. Ну, типа охота, ну, всё дай, чтобы она не болела. Взрослые, они болеют таким диагнозом. Пошлите посмотрим, кстати. Пойдём, там одежда есть. Выберешь себе сейчас чего-нибудь. Рак крови. Будет прикольно. Начали разбираться, типа, чё, как будто в тассессии, решили сделать такую, типа, вау! В стиле, типа, опасные пацанки. Вот так, вот так. Можешь стул поставить так? Вот так вот, отлично. Ну, кстати, Даша, какие бы у нас с ней, типа, отношения не были, но она очень круто себя повела. Она подсказывала, ну, позы вот эти красивые какие-то для фотосессии. Супер, вообще огонь. Ну, типа, вообще красава. Организуйтесь, чтобы всех было видно. Никому просто неудивительно то, что Кристина там в каждом кадре присутствует, как-то без её просто какая-то фотография. Рыла. Это нормально, давай. Так вот возьми. И лицо сделаю такую. Давай, давай. Давай, давай. Там что-то попыталась, но всё равно милое лицо. Она милашка, ей не надо как-то там лицо какое-то делать. Устанешь, знаешь, какой позой? Типа, вот так. Поняла? И чуть-чуть вот так, бочком. Оп, да, бочком. Это хорошая идея. О, вот это вообще у вас тут. Знаешь, как ещё сделай? Вот, давай. Эти пальцы ставь. На плечо. Вот, да, вот. Да, давай. И ты сделай. Сделай ты втроём. Мы всё вместе так объединились. И по парочкам фоткались. И Киру одну фоткали. На самом деле она очень красивая девочка. Три, четыре. Пацанки! Если дети переживают такие вещи, болеют такими заболеваниями, да, и при этом остаются жизнерадостными, то все наши проблемы, они резко становятся просто какой-то воздухом каким-то. Это тоже, кстати, нормальная практика. Но она на правильные вещи говорит. Это так и есть. Не знаю, просто капля в море. Представляете, вот она, у неё рак крови. Ой, блядь, какой ужас. Ну, и куча ещё болезней есть просто ужасных. И в то же время где-то в параллельной вселенной сижу я, расстроенный, потому что, знаете, какой-нибудь ролик не зашёл. А потом так думаешь, блядь, типа, из-за чего я вообще расстраиваюсь? Это же просто какие-то, какие-то рандомные цифры. То есть это вообще на это нет смысла внимания обращать. Ну, было и было всё. Это наша песня, да? Да. Сегодня я останусь одна. Жалко, что ты не можешь толком ничем помочь, да? Что ты не можешь вот так взять палочку, взмахнуть, и человек, и ребёнок выздоровеет. На самом деле, очень бы хотелось, чтобы дети не болели. Хочется верить, что девочки усвоили уроки. И будут творить добро на всей земле. И вне стен школы леди. Ну, а кто всё-таки хуже других проявил себя на неделе милосердия, узнаем прямо сейчас. Добрый вечер, девушки. Присаживайтесь, пожалуйста. Подходит к концу третий месяц нашего обучения. Третий месяц. Вдумайтесь, охренеть. И сейчас перед нами сидят наши лучшие ученицы. Каждый из вас обладает тем набором качеств, которые позволяют побороться за звание лучшей ученицы. школы леди. Но вы видите на этой стойке всего одну золотую брошь. Разделить её между вами мы не сможем. Сегодня одна из вас, а возможно и не одна, покинет школу леди. И станет на одну сильную конкурентку меньше. Уйдёт, я думала, конечно, сурок. Потому что она не оценит своё место. Она постоянно отдаёт его кому-то. Она неинтересна. Я не знаю, почему она до сих пор здесь. Дарья, благодаря Анастасии Наточи, которая выиграла для вас иммунитет, вам сегодня не грозит исключение школы леди. Излишне выколёбывается, просто если кто-то пропустил. Говорит, ой, я такая добрая, такая хорошая. Иди, ой, мелкая. Вы чувствуете ответственность за такое решение одноклассниц? Конечно, я чувствую. И я сожалею, что я не смогла продержаться и тоже выиграть иммунитет для Насти. По вашему мнению, Анастасия обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать победительницей проекта «Пацанки». Я считаю, что, да, Настя очень благородная, искренняя, добрая. И это как раз-таки качество леди. Да, она благородная такая, знаешь, девушка. Но она может заплакать из-за того, что даже не её, а кого-то убить. Прикинь, насколько она такой глубокий человек. Я, кстати, рада, что такие люди ещё есть, на самом деле. А как вы думаете, вы сами обладаете такими же качествами? На самом деле, да. Изначально я была злой, нервной. Я злее всех! ***, ты рыс! Я уже забыл, что она тоже такой была. То есть я уже говорил в каком-то из выпусков, там, может, позапрошлом, что она получше стала точно себя вести. И, как вы видите, я уже не задираюсь до этой Громовой. Подуспокоилась, сдерживает обещания, не пьёт. Как-то в команде себя проявляет хорошо. Поэтому пока всё хорошо. У меня появились друзья. Я не употребляю. Я бросила алкоголь. Я очень горжусь своей силой воли. Дарья, а можете вы выделить ученицу, которая показала лучший результат за все три месяца обучения? Да, конечно, это Таня и я. Какая была Таня, я проанализировала весь её путь. Блин, ну да! Как она общалась, как она там отказывалась от испытаний, что она делала, как Таня себя вела, сколько Таня пила, как меняется её речь. Таня действительно заслуживает быть в финале и победителем. Анастасия, скажите, о каких достижениях прошлой недели вы можете рассказать? Мне кажется, я прекрасно провела экскурсию молодому человеку. Кстати, я расскажу про фонтаны. Да. Летом, ну раньше, когда я пила, на пицце её так же бегать. Пойдём чай попьём. Тебя немного шнурок разает, давай я тебе помогу. Не, давай я сам. Не, я помогу. И, конечно же, испытания, где я боролась за иммунитет и выиграла. Последняя была Настя. Настя выиграла иммунитет. Не, она не сбавляет обороты, как мне кажется, реально. Она прям старается, очень круто себя проявляет. Вы убедительно доказали, что умение общаться с людьми – это ваша фишка. И я думаю, что такая ученица, как вы, Анастасия Инаточий, имеет шанс продолжить борьбу за победу. Это очень важно для меня. Спасибо. Я достойна финала. Поэтому я докажу всем, просто буду стоять в финале, реально. Мария, вы довольны с собой на этой неделе? Да, вполне. Можете перечислить свои достижения? Я как минимум поняла то, что у меня есть две ноги, две руки, два глаза. И я могу развиваться, делать всё, что угодно. То есть Маша должна была сказать о своих достижениях. Но у неё вообще очень всё плохо. Маша падает первая в этот баллон. Маша как-то, у меня нет к ней вообще. Просто, вот знаете, просто есть. Просто есть такая участница Мария Лебедева. Всё. Я вам уже говорил, что в какой-то момент она, вот знаете, была-была-была, а потом так – уф! Всё, тишина. Её нет. Её никто не слышит, её никто не видит. Вот я это так заметил. Я вижу, как, в принципе, Маша, ну, какая-то она прям потухла так. Мария, по вашему мнению, какими качествами должна обладать потенциальная победительница? Такими, как обладает Настя. Благородство, открытость, доброта, милосердие. Маша просто пересказывает то, что сказала я. Мы просто с Настей такие, типа, чего? Ну, я не ожидала. Мне очень приятно слышать такие слова. Дарья, а чем объясняется ваше удивление? Ну, я просто в шоке. Просто я вижу, как Маша смотрит и как она разговаривает с Настей, поэтому для меня это удивление, и поэтому я в это не верю. Я ей вообще слова плохого не сказала. Не знаю, что она это взяла. Может, выдумала, может, специально, чтобы, типа, почувствовала какую-то конкуренцию. Какой-то части то, что я Настю побила, я жалею, а с какой-то я считаю, что Настя получила авансом за всех. Кого она бесит? Это мое мнение. То есть я жалею 50 на 50. Мария, а какими качествами победительницы обладает, по вашему мнению, Анна Загвоздкина? Думаю, доброта. Это главное ее качество, то, что она добрая. Она может выслушать, поддержать. Я думаю, мне приятно слышать было от Маши. У нас с Машей были недомолвки. Опять, это все для меня, это типа наших показух. Потому что, когда камеры нету рядом, Маша адекватная девочка. Как камера появляется, ну, типа, начинается вот эта вот, ну, какая-то показушность. Когда это было? Заткнись! Ну, не хочется, короче, с ней общаться. Очень много подлизывается. Ну, и у нее нет, ну, типа, она не может выразить свое мнение. То Маша с Эхка не любит, то Маша с Эхку помогает, то Маша с Таней общается, то Маша там Ане иммунитет выигрывает. Да, уже какой-то дом-два я уже не могу. Это кто-то, 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 а кто-то, а то она то, а то-то. И куча вот этих вставок, флешбеков, блядь. Ну, как-то, ну, нужно свое четкое мнение, свою четкую точку зрения иметь. Мы с преподавателями считаем, что у вас есть качества, которыми должна обладать победительница. Кроме одного четкого и принципиального мнения. Иногда складывается ощущение, что вы подстраиваетесь под обстоятельства. Мы не можем разобраться, где же настоящая Мария Лепетева. Господи. Лаура Альбертовна, я хочу пару слов сказать. Позволите? Пожалуйста. Ну, я считаю, что вот Крис, человек позорит школу леди, то, что он устраивает сплошной театр. Человек постоянно всем навязывает свое мнение, докапывается до всех. То есть она придумала себе какой-то образ, что она крутая. Пытается навязать всем вокруг свою крутость. Я вообще очень давно уже не вижу Машу в финале. Ее слишком много. Сравнивают с Петровой, что она копирует поведение. Это подтвердил детектор. Человек, копируя кого-то, не может быть победителем. Какова ваша цель нахождения в школе леди сейчас? Разобраться в себе. Ну, мы уверены, что 12 недель было достаточно для того, чтобы разобраться в себе. Нифига, ее нормально прям душат. Ну, не душат, а задают как бы нормальный вопрос, но они очень тяжелые, учитывая то, что она на первый вопрос даже ответить не смогла. То есть она прям на каждом вопросе такая... И, скорее всего, уже практически все девочки разобрались в себе. Возможно, мне на это нужно будет больше времени, чем другим. И я не считаю, что это как-то зазорно. А в чем вы хотите разобраться конкретно, Маша? Со своей мнительностью. Спасибо. Анна, кто из ваших одноклассниц, по вашему мнению, достоин быть в финале? Ну, Таня и Маша в финале. А победить? Я на самом деле просто... Они знают, что я с ними с двумя общаюсь. Они задают такие вопросы. Это Танюха. Потому что с первых недель, если смотреть, и до 12 недели, у человека большие изменения. Человек открылся, переродился, так сказать, девочек. Я бы очень хотела, Ань, чтобы вы... Я вижу прям, как Маша это раздражает. ...сегда уверенно, красиво и четко озвучивали бы свою позицию. К сожалению, это произошло вот только сегодня. Мы предполагали, что эта неделя будет важной и показательной для вас. Неделя ответственности, милосердия и открытости окружающему миру для предельно закрытой девушки. Но пока мы видим лишь отдельные проблески. Неужели сейчас СРК опять выпнут? Типа только человеку дали иммунитет, сейчас скажут. Анна Загоцкая покидает проект. Это будет очень смешно. А не полноценное сияние личности. Ну, эта неделя для меня открыла себя новую. Раньше я бы не смогла бы подойти к людям и начать общение. Сейчас проходим здание, а на этом здании стоит огромная скульптура, где мужчина... Какой-то странный пример. Ты не подходила к людям просто так на улице. Это было задание, вам дали людей, с которыми вы играли в футбол. Держит серп и молот. Три женщины стирают в этот момент... Нет, нет, ну стирают вещи, по ходу дела. Будет ли этого достаточно? Для того, чтобы продолжить борьбу за место в финале, вы узнаете немного позже. Вы узнаете немного позже. Ну, типа я просто не понимаю, что они хотят от меня. Типа, что они хотят увидеть. Проявление какого-то, хоть какого-то проявления. Опять неделя прошла, как бы все норм. Я также по-человечески отношусь хорошо к СРКу, но... Ну, типа, есть СРК, нет СРКа, к сожалению, вот что-то не очень заметно. Собирают выходить перед камерой, что-то кричать, еще что-то такое. Я это я. Что от меня вы хотите, я не могу понять. Татьяна Коширина, зная ваш непростой характер, мы переживали и за вас, и за людей, с которыми вы должны были находить общий язык на этой неделе. Позвольте спросить, какие трудности в коммуникации у вас возникли? Ты знаешь, из каких кирпичей вообще Красная площадь построена? Нет, конечно. Там больше трех миллиардов, говорят. Дерево называется... Сосулька. 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 Выше не трогай, там, и сюнчить. Пойдем потрогай, Шенина. А он когда жил? Жил, я не знаю, но не в моей жизни он жил. Позвольте задать вам прямой вопрос, на который я хочу получить прямой ответ. Вы достойны места в финале? Ну, я думаю, да, потому что все-таки даже девочки говорят, что я все-таки изменяюсь, я все-таки учусь лучшему. Нету такой какой-то агрессии внутри, знаешь, сидит там чертенок какой-то и говорит, давай, ну, врежь, как раньше. А достойны ли вы победы в шестом сезоне? Ну, нет, думаю, нет. Потому что мне еще надо работать, я считаю. Но вы будете к этому стремиться? Ну, я хочу, попробуй, конечно. Мне надо, я хочу. Я никогда не знам, что ты шо. Я даже не знала, что я такой широкий шаг сделаю. Я думала, учителя психанут, скажут, все, мы с ней не справимся. Знаешь, вот так всегда везде было. В школах, в интернатах. Круто, что она просто... Не, я думаю, что нет. Тяжеловато. Блин, круто. Ну, мне кажется, круто, я не знаю. Кажется, при своем мнении остается. Если бы испытания этой недели были бы выпускными экзаменами, вы бы однозначно стали финалисткой. С легкостью, искренностью, теплом. Теплом. Находили общий язык с очень разными, особенными людьми. Но были ли вы лучшей и достойны ли вы белой ленты? Узнаем попозже. К сожалению, нет. Вы не атаковали. В хорошем смысле. Вы не поднимались. Вы не брали высот. У нас есть надежда увидеть это ваше наступление. Да. Спасибо. Блин, я начал сдевать, потому что снимаю без света. И, знаете, такая темнота, уютная обстановка, шоу. Я прям сижу уже такой. При этом как бы нет такого, что я теряю концентрацию. Я все понимаю, что происходит. Именно вот состояние осмотреть вот так вот. Типа вот так вот. Вот. А созревать точно тяжело. Надо в следующий раз со светом все-таки снимать. Это моя жизнь, будущее. Что я сейчас для себя тут конфетку какую слеплю, так я и пойду потом по этой дорожке, понимаешь? Лучшей не была и ваша одноклассница Лариса Кравцова. Лариса. Вы достойно показали себя на этой неделе, но не лучше других. Верните, пожалуйста, белую ленту Дэвиду. Лариса, у вашей сестры Ольги было четыре черные ленты подряд. Да, я помню. У вас за время обучения сколько было белых лент? Одна, к сожалению. Когда школу леди покидала Ольга, мы сказали, что у нее свой путь. Не такой, как у вас. Расскажите о вашем пути на проекте. Не понял, а кому белая лента достанется? Кристина только осталась. Неужели Крис? Я даже не могла подумать, что я могу чувствовать себя самой собой, без своей сестры. Не скрою, первая неделя для меня была очень сложная, пока Оля не была рядом. Но эта неделя далась мне абсолютно легко. Я чувствую ответственность только за себя. Я избавилась от самой главной зависимости. Это не наркотики, это зависимость от своей сестры. Любовь к своим близким и привязанности совершенно нормальная. Вам просто не хватало самодостаточности, уверенности в себе. И вот вы сейчас это обрели, обретаете. Мне кажется, что мне поэтому как раз-таки из-за неуверенности в себе, может быть, мне сложно было один на один с людьми общаться. На этой неделе у меня вообще проблем с этим не было. Я полностью уверена в себе, в том, что я делаю. Лариса, мы ценим вашу готовность идти до конца, несмотря ни на что. Вы продолжаете обучение в школе леди. Спасибо большое. Ну, я считаю, что я достойная. Во-первых, я вот уверена на 100 миллионов процентов, что я не буду употреблять наркотики. Второе, я наконец-таки стала самой собой, перестала подражать Оле. В-третьих, ну, я считаю, что я стала женственной. В-третьих, я достаточно помогала и окружающим, меня, людям, но и о себе не забывала. Оля, с Ларисой пускай вдвоем бы и свалили бы. Тоже человек уже, ну, типа, он изменился. Она вывозит все разговоры. Ну, типа, что ты тогда здесь делаешь? Алло. Лариса Апыч. Мне нравится, что сырок всегда всех критикует. Это смешно выглядит. Почему во время испытаний... Ее уже так разозлили все, что она уже просто ходит, как желчный пузырь, блядь. За иммунитет ваш выбор пал на Анастасию. Почему не Крис? Женская интуиция мне немножко подсказывала, что Настя под угрозой. Поэтому я хотела ей помочь. Крис. Лариса очень искренне и по-женски обосновала свое решение. А вас как-то задело оно? Меня это не задевает. Лариса очень достойно объяснила это тем, что считает меня сильным участником. И я не под угрозой. Я так тоже думала до конкретно этого момента. Я в своей жизни привыкла полагаться только на себя. Если бы там меня постоянно кто-то опекал, постоянно кто-то делал выбор в мою пользу, я бы, безусловно, конечно, такая удивилась, что тут меня никто не выбрал. А так я всегда все, всего того, чего я добила в жизни, это все благодаря мне и только мне. Когда вчера мы с коллегами узнали о том, что никто из девочек не захотел бороться за ваш иммунитет, мы не удивились. Ну да, у нее есть те, кто просто кем она управляет, марионетки. Но друзей у нее здесь нет. Знаете почему? Вы же отлично. Кем она управляет? Можно вопрос? Кем-то управляет она, да? Я просто этого, видимо, не замечаю. Надо было мне на проекте участвовать, чтобы это понять. Вы точно справились со всеми испытаниями на этой неделе. Прекрасно. Вы очень довольны. И, конечно же, вы остаетесь в школе леди. Спасибо большое. Спасибо вам. Я буду бороться до конца. Мне не нужно какое-то излишнее, там, внимание, признание и так далее. Я сама для себя знаю, что я буду стоять в финале. Вот, поэтому, ну, как бы, я в себе уверена. Ну, типа, я вот, я не понимаю эту логику, честное слово. Осталось две недели. Уже люди здесь есть, которые, в принципе, готовы выходить. Которые уже леди лучше, чем преподаватели. Ну, все, типа, что им здесь делать? Лариса, Татьяна, Крис, Дарья. Крис, Тарья, Татьяна. Тарья, Анастасия. Вы все работали на одном уровне. На удовлетворительном уровне. Достаточном для того, чтобы оставаться в безопасной зоне. Но недостаточной для того, чтобы стать лучшей. Итак, девушки. Лента лучшей ученицы недели. Останется сегодня здесь, на столе. Вот, я думал, ну, типа, ну, а кому ее давать, раз не дали первоначально, там, ни Даши, ни Насте, ни Тане? Ну, слава богу, слава богу. Пусть лучше лента, как говорится, лежит, отдыхает. Правильно? Правильно. Не надо ее давать просто так кому-то, чтобы была. Пусть она лежит, ждет своей очереди. Вот что касается вас, Мария и Анна, у нас есть сомнения, что вам хватит сил, чтобы бороться за место в финале. Я понимала, что, ну, приехали. Но, как ни крути, будет грустно. Буду я, будет грустно. Удет Маша, будет грустно. Я хочу услышать ответ на вопрос. Может быть, мы ошибаемся, у вас есть эти силы? Есть. Сейчас у каждой из вас будет ровно одна минута, чтобы нам про это сказать. На протяжении 12 недель в школе леди я научилась коммуницировать, общаться спокойно, выслушивать людей, поддерживать их. Она, конечно, очень изменилась именно в плане того, что очень тихая. Вообще все пропало. Блин, ну, многие пишут, что это образ, что она специально так даралась, нужно было хайпануть. Как будто бы что-то в этом есть. Но, 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 учитывая то, как она на этих, как-то там, синхронный, несинхронный, как это все называется. Когда они рассказывают про, что у них было на испытаниях, все-таки много слез, видно волнение, тяжелое детство. Я не могу сделать никакой вывод, если честно, реально. Но то, что она сейчас угасла и пропала, это факт. Я смогла многое узнать, то, что не знала за пределами проекта. Работаю над собой и буду продолжать это делать. Спасибо, Мария. Это нужно было говорить до, там, не знаю, недели 11-й. Но после надо было встать и сказать, все, я апгрейдилась, во мне поменялось то-то, то-то, то-то. А сейчас я буду просто рвать *** за финал, чтобы всех просто натянуть и забрать себе золотую брошь и статус победительницы. Я поняла то, что во мне есть сострадание, оказывается. Ну, милосердие, доброта. Я поняла то, что общаться с людьми не так страшно и бояться нечего. Ну, работа над собой, она должна быть не только в стенах школы леди, она и должна быть еще и за пределами. Это всю жизнь надо работать над собой. Анна, ваши старания были видны. Есть один важный момент. Вся ваша работа на прошлой неделе, это была попытка выполнить задание... Это был попыт. На 4 с плюсом. А мы хотим видеть в вас силу, целеустремленность, энергию, веру и любовь в себя. Человека, который делает все возможное и невозможное для своей трансформации. На следующей неделе я это покажу. Будет ли у вас такой шанс, мы узнаем уже через несколько минут. Честно, я думала, сырок, хоть бы сырок. Хоть бы сырок, но только не мажь, но мажем и ближе всех. Мария, как и у Анны, мы тоже не видим большого стремления стать лучше. Почему? Потому что мы сравниваем то, какая вы были в первую половину обучения, и то, что вы делаете сейчас. Конечно, прогресс есть, но мы уже долгое время не слышим от вас и не видим желания, ресурса, который нам так необходим. Если я упала первой в воду, это не значит, что я слабая. Вы действительно стали более сдержанной. Мы уже долгое время не слышим от вас слов сожаления после очередного бокала. Мне тоже очень жаль, очень жаль, очень жаль, очень жаль, не очень жаль. Представь, да, что так получилось. Но, увы, очевидно и то, что конкуренция очень велика. Прикиньте, да, вот как так получается. Один из самых главных фаворитов, когда мы смотрели первую серию, была Маша, и сейчас 12 серия. И ей уже прям намекаю, что, ну, как бы, ну, да, изменилось, но не то. Бля, жесть. Насколько все обманчиво. С сегодняшнего дня вы будете бороться не с вашими одноклассницами за звание лучшей ученицы школы леди, а с соблазнами за пределами школы леди. Мы уверены, и я лично очень хочу, чтобы вы одерживали только победу. Спасибо большое. Прикиньте, 40 оставили. Охренеть, круто, круто. Круто и интересно. Сегодня я останусь одна. Пожалуйста, отдайте брошь Дэвиду. Обидно немного то, что я не вышла. Ну, в финал я считаю все равно, что я сильная для себя. Главное, что мне помог психолог. Помогли преподаватели, коллектив целый. Такой шок. Я думала, да нет, что-то тут не то. Типа, ну, не могут Маку выгнуть. Девочки, желаю вам всем удачи. Мне нравится смотреть, как у них идут слезы. Это очередное подтверждение, что все-таки это не какие-то там, знаете, образы и какой-то проект, а реально там, вот, Тане грустно. Это круто. Говорила, занимайся собой, не трать на меня свое время. Маша, просто бесплатный, но ценный совет. Вот, собственно, ну и пошла домой. И нам больше не страшно. И тут у меня вот такое, знаешь, в мозгах, что да, выгнали, Таня, выгнали, прикинь, все, моего брата убрали. Когда обычно тебя не выгоняют, я, ну, типа такое. У меня такого не было. Мне жалко, что ушла Маша. Почему ты не ушла вместо Маши? Ну, очень интересно. Девушки, неделя милосердия и ответственности закончена. А настоящая борьба за место в финале только... Начинается. Только начинается. Господи, как все очевидно. Эта борьба будет благородной. Доброй ночи. Доброй. Я, честно сказать, за весь период проекта Маши изменений вообще никаких не увидела. То, что она в первых нескольких сериях от кого-то... Мне кажется, что это было абсолютно наигранное, типа это сделано, чтобы как раз у нее потом как будто была динамика, как будто она бросила драться. Агрессия у нее, которая у нее была изначально, она никуда не пропала. Она ромсила, продолжала абсолютно со всеми все так же. Рота, давай. Все, детенки, спасибо вам за этот путь. Я хочу, чтобы ты поняла все-таки, что такое дружба. Сегодня я осталась одна. И нашла себе такого человека. Я уже его нашла. Я очень рада. Спасибо. Не ругайтесь, не ссорьтесь. Все будет хорошо. Меня найдут, когда придут холода. И первый снег с утра не помет ладонь. Я вас люблю. Я, конечно, жалко. Человек, который поддерживал, высказывал правду про меня, мне лично, один-один. Это единственный человек, который здесь такой был. Я понимала чувства Тани. Все-таки, как ни крути, мы с Машей общались. Я такая человек, которая вообще не может держать долго на других людей. Поэтому мне немножко загрустнуло. Не прям, что я плакала на взрыв, но грустно. Хотелось пройти этот путь до конца. Возможно, где-то недоработала. Где-то наоборот перестаралась. Но это жизнь. И я считаю, что на ошибках учится. Поэтому дальше только полу вперед. Я уверена на 100%, что я так рассудюсь. Мне будет все круто. Короче, ребят, на этом выпуск заканчивается. Огромное спасибо всем за просмотр. Мне понравилось. Очень неожиданный выгон, потому что я думал, что это будет все-таки, наверное, сырок. Но в то же время я не могу с ним не согласиться. Да, ну типа, просто есть Маша, нет Маши. Такое ощущение, что не поменяется ничего. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И спасибо просто вам за все. Все, давайте, пока. Спасибо за просмотр. Пока.